Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! У меня сегодня отличное настроение, целый список планов на сегодняшний день, в том числе и поработать, и убраться, ну в общем, на самом деле ничего нового, но тем не менее, такие у нас сейчас будни, да, сегодня хочу прибраться, у нас очень-очень грязная плитка в душевой, она на самом деле очень быстро пачкается, и у меня просто не хватает времени, сил добраться до нее, вот, и я сегодня хочу поискать какие-то средства, может быть даже в интернете, может быть какие-то лайфхаки, как помыть плитку, потому что, честно говоря, я не хочу убить на это кучу времени, хочу как-то, чтобы это все просто и быстро отмылось, да, надеюсь, я найду такое средство, потому что, ну, обычным средством это получается очень долго, и как-то я вот не нашла еще такое средство, которое бы идеально подходило, у нас плитка там белая, светлая, и на самом деле очень быстро появляется налет в душевой, в общем, да, я вообще мечтаю о паре очистителя Керхер, такой у моего брата, женой, моя сноха, говорила, что он очень классный, для плитки это просто супер находки, вообще для многого всего, она говорит, что это просто супер вещь, поэтому я, честно говоря, тоже мечтаю о таком, и думаю, что когда-нибудь все-таки я его прикуплю, да, потому что в доме это незаменимая вещь, как я понимаю, в общем, да, ну, а пока, пока буду мыть цветы руками, на самом деле он, кстати, не очень дорогой, я вот сейчас глянула, в Петрович, он сейчас стоит 12 тысяч, может быть где-то можно и подешевле найти, у них Керхер SC2, вот, не знаю, как бы я не уникала, какие они бывают, возможно, бывают разные фирмы, то, что Керхер это именно фирма, вот, я думаю, что эти пара очистителей также бывают разные, но именно этот они сказали, что у них очень-очень классный, но вообще Керхер отличная фирма, так что да, еще я в поиске своего купальника, проблема в том, что я не знаю, где он, я потеряла вот это вот все купальное в связи с переездом, да, в связи с тем, что мы еще не оборудовали гардеробную, кстати, завтра начинается распродажа ИК, и мы будем пытаться поймать наши каркасы, которые мы ходим в гардеробную, я надеюсь, что нам это удастся, потому что у нас вот гардеробная стоит на паузе, именно из-за отсутствия вот этих вот шкафов, да, я надеюсь, что мы их поймаем, и, наконец-таки, займемся гардеробной, потому что, честно говоря, без гардеробной очень-очень тяжко, у нас куча вещей, и все лежат где-то в сумках, коробках, ну, часть, конечно, в шкафах, но туда не влазит все, тем более, что шкафы стоят у нас там, где постоянно злато, соответственно, я не могу заняться разбором этих вещей, плюс у меня нет времени, в общем, да, пойдемте попробуем заглянуть с вами на чердак, я лично сама ни разу туда не лазила одна, вчера первый раз я там, в принципе, была, была с Димасикой, вот, а сегодня я хочу сама туда залезть, не ждать его, залезть, посмотреть там в коробках, есть или нет, но если у меня получится, я, честно говоря, не уверена, что у меня получится открыть этот люк, я не очень знаю, как это делать, но, может быть, у меня получится, давайте попробуем. Димасикой Все, залезла на чердак, ура, сейчас покажу вам, что у нас тут творится, в общем, здесь у нас склад вещей, здесь Дашин домик для кукол, уже, наверное, златкин, здесь, кстати, очень жарко, поэтому сейчас быстренько гляну коробки, Вот эти коробки хочу посмотреть, надо было, конечно, ножницы какие-то взять, но, ладно, ой, здесь надо аккуратненько как-то, вот, и, 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 да, и пойду. Ну, все, и спустилась, ничего толком не нашла, того, что искала, не нашла, то зато нашла вот ляльку, златки, это Дашкина кукла, мне кажется, прикольненькая, может, поиграет. Так, ладно, буду спускаться. Я закончила с чердаком, к сожалению, безрезультатно, но буду искать дальше, надеюсь, что все-таки найду я свои купальники, точнее, купальник, но, вообще, там, наверное, еще один лежит, но его я носить уже не планирую. В общем, ладно, не суть, у меня садится батарейка, сейчас пойду поставлю камеру на зарядку, и сегодня я еще буду дальше снимать свое видео с эпоксидной смолой, вот, в этом случае сейчас камера зарядилась, поснимать видео с эпоксидной смолой, и, наверное, мы со златкой сходим в Валберес, надо сходить на почту, в общем, заодно погуляем, сходим в магазины, в общем, да. Плюс у меня есть куча других дел, там, в том числе стирка, уборка, в общем, как-то так, и, да, и поработаю сегодня, как бы, да. И еще я заканчиваю, наконец-таки, свадьбу брата, которая была в феврале, да, так что нужно доделать им фотографии, уже порадовать фоточкам, хочу до отъезда сделать им до конца фоточки, и, плюс, еще я им снимала видео, хочу делать красивый, классный, какой-нибудь романтичный ролик, в общем, да, дела у меня хватает, поэтому не буду терять время, побегу делать дела. Собрались со Златиком, едем гулять, да, Златусь? Поехали гулять. Мне, правда, тяжеловато управлять коляской над одной рукой и держать камеру, поэтому камеру сейчас уберу и повезу ребенку. Да, у нас еще там песок, много песка, поэтому по песку, тем более, не очень удобно вести коляску, тяжело. Веня там нас провожает в окне. Не знаю, видно его, нет? Что-то как-то прохладно, как будто дождик будет. Мы сегодня не обещали, надо посмотреть, это вдруг дождик будет. Как-то так мрачненько. Хотя вчера, на самом деле, тоже в момент там было так же дождика не было. Посмотрите, а то сейчас уйдем. Буду дождик, да, Злат? Да, Златусь? Чего, что ты еще пальцы облизываешь? Пожалуйста. Коти моя. Знаешь, да? Мы со Златиком вернулись домой. На улице ничего не снимала больше, потому что я не взяла штатив от фотоаппарата, было неудобно снимать. Да, Злат, ты вчера нарвала, да, яблочко? Вот счастье, ребенку гоняться. Я, честно говоря, очень устала. У нас у Златы, я не помню, говорила, нет? Вроде нет. У нее проблемы со стулом уже вторую неделю. Вот, мы вначале полисорпия давала, а потом... Сейчас расскажу. Так. Вот, кто-то вроде рядышком сейчас бегает. В общем, вначале давала полисорпам, и я чувствую, что ничего не помогает. Вот, посоветовались моя тетка, она фармацевт. В общем, посоветовала нам пробиотики, перебиотики. Начали давать. Вроде как бы есть улучшения, но все равно. Как бы моемся бесконечно, бесконечный стул. Ну, там где-то совсем чуть-чуть, но все равно. В общем, вот, завтра записались к педиатру. Надо сдать какие-то анализы, что-то решать. Потому что просто у нее там и болячки уже, постоянно мажемся. В общем, да. Так что завтра съездим к врачу утром. Надеюсь, что-то решится. Ну, точнее, как естественно, он нам даст направление на анализы. Вот, и нам, в любом случае, к садику надо. Поэтому пойдем убивать сразу всех зайцев. Ну, и решить вопрос, конечно, надо. Потому что ребенок мучится, и, честно говоря, я уже, в общем, устала. Бесконечно ее купать. Ну, вот, я, собственно говоря, это очень тяжело. Сейчас мы, кстати, в трусику. Вот, одела ее и трусики. Не успели мы выйти на улицу. Как она сделала? Пожалуйста, мне еще убираться. Вот, убраться. Потом опять ее переодела. И опять вот, и сейчас вот вышли. Да? И все, отряхнули, и все. Неплохо мы погуляли. Жарко было, Златка не спала. Смотрела по сторонам активно. Вот, у нас не было света, когда мы уходили из дома. И, честно, я об этом не подумала. Пришли в Альберис, у них тоже нет света. Ну, благо нам посылочку нашу отдали, покупочку точнее. Вот, сейчас пойдемте вместе с вами откроем. Ну, ничего, особенно Златка заказала вилки, ложки. Ну, комплект приборов. Вот, на почту мы не успели. Почту до пяти. Пришли там закрытые. Видимо, из-за света они вообще закрылись раньше. Вот, так что, так что, да. Хотела, кстати, сказать насчет палатки, которую мы и Златка собрали. В прошлом видео показываю. Классная палатка, но Злата вообще туда не ходит. Вчера там спала кошка. В общем, думаю, ее надо собрать и отложить на годик. Через годик будет актуальней, чем сейчас. Вот они, новые приборы наши. Сейчас сюда бежит Злата. Злата, будем открывать. Будем смотреть, что тут нам пришло. Посмотрим. Ой, яблочко упало. Злата. Сейчас снова ковер, так, чтобы у нас с тобой хорошо было видно. Ну что, Кисень, посмотрим, что мама купила. Ложечки и ложечку и вилочку. Да, тебе. Такие вот фирма Колобок. Точнее, это вроде не Колобок, а вроде как я заказывала ту же фирму, что у нас сейчас. А сейчас у нее приборы, которыми кушала еще наша Даня. Завернутую бумажку. Ну ничего себе. Смотри, посмотрим. Или это не та же фирма? Да. А, не знаю. Наверное, я другие заказала. Вот такие вот ложечка и вилочка. Написано для детей и подростков. Колобок. Не знаю, видно, нет. Если не видно, я потом дома покажу. А, красота. Вот она хорошая. Мне нравится вилочка. Кстати, довольно-таки тупая. То есть она не острая. Но в то же время можно что-то захватить. А что у нас вилочка от того комплекса, который Дашкин. Там вилочка совсем такая очень-очень тупая. Это такая больше похожая на взрослую вилочку. Классная, слушайте, хорошая. Но вилочка нам пока рановата, да. Спасибо. А вот ложечка классная. Как раз размер идеальный. Да? Нравится тебе, Злат? В общем, супер. Ну, бабушку заворачивать не будем. Отлично. Нравится? Да. Да. Все, Злат, надо убрать. Вот лежит у нас тут чехол. Что-то только не лежит уже. Но у меня, честно, нет сейчас сил никаких что-либо убирать. Вот. У меня еще стирка дома. Да. Маме и жене, никто там хайдокал. Ну, он не особо нужен. Там какие-то записи, конечно, есть. Вот. Старый ежедневник. Но все равно. Вчера папа на него поливал. Злат его точно кинула. Папа поливал. В общем, все замечательно. Вот там, да, будешь рисовать. Ну, порисуй. Надо себе здесь мелки сюда вынести. Мне нравятся мелки восковые. Но она ими разрисовывает мебель. Вот можно сюда вынести, пусть террасу разрисовывает. Пока что можно. Я, кстати, в воскресенье иду на стрижку и на тонирование волос. Так давно хотела уже постричься. И последний раз, когда меня стригла моя парикмахера, она мне довольно много оставила длины. Вот. А я хотела, наверное, вот такую коре короткую. Ну, как-то так мыслить друг друга не поняли. Ну, в общем, много не мало. Поэтому, да. А сейчас, надеюсь, уже покороче постричься. И буду довольная, счастливая ходить. Ну, это удобно, это красиво, это стильно. Слада, сейчас у меня волосы не в очень хорошем состоянии. Так что, да. Слада, ты куда полезла? Скоро мы уже поедем за нашей донюшкой. Не помню, говорила или нет. Она у нас отдыхает у бабушки в Саратовской области. Весело им там с двоюродным братом. Зажигают, отдыхают, наслаждаются жизнью. Вот. Ну, и мы скоро уже за ней поедем. Тоже отдохнем немножечко. Вот. А потом у нас уже в лагерь в августе у Дашульки. Надо еще подготовиться. Еще медкомиссия и справки собрать. В общем, короче, еще хватает вопросов. Сзади у меня стоит стеллаж, который мы вчера с Димасиком делали. По стеллажу будет отдельное видео. Он еще по процессе. У нас там сломалось сверло. Вчера, да, был курс-мазор. Лазик, аккуратно. Вот. Сломалось сверло, и надо докупить. И уже закончить его будет там. Ну, где-то пол работы, наверное, осталось. Еще надо его, наверное, мушь шлифануть. Где-то подшпаклевать. И покрыть лаком. В общем, вот. Работы еще тоже много. Но классно, что это сдвинулось с мертвой точки. Потому что долгое время у нас материалы просто лежали под лестницей. Что-то говоря, надоели лежать. Лата. Не трогай это. Не надо. Ну, и скоро выйдет мое видео с эпоксидной смолой. Точнее, с работой с эпоксидной смолой. Очень классные получились работы. Мне настолько это нравится. Я прям балдею. Так что в скором времени все тоже увидите. Я сегодня еще одну работу залила. Поэтому видео еще в процессе будут состоять из нескольких частей. Точнее, видео будут из одной части. Но в смысле, что я его снимаю уже три дня. Завтра будет еще один, наверное, финишный этап. Может, еще и нет. Я не знаю. По идее, там нужно еще шлифовать. И нужно заливать финишным слоем. Но этого финишного слоя у меня нет. В принципе, это не обязательно, но желательно. Поэтому, может быть, пока так. А потом уже я, если закажу, то уже покрою отдельно. В принципе, там не сильно. Внешний вид сильно от этого не изменится. Деловух. Ковыряется что-то там. Да? Сидит тут с мамой рядом. Мама что-то на камеру, скажем, болтает. А я тут играюсь. Играюсь. Мамины книжки рисую. Сператки. Да. В общем, эпоксидка классная тема. Не даром я столько времени мечтала ее попробовать. И, наконец-таки, это свершилось. Я очень-очень рада. Во-первых, это классно для души. Во-вторых, на этом, на самом деле, при желании, конечно, можно зарабатывать деньги. Я пока не планирую. Пока так. Для себя. На подарки. В общем. Мне, честно, хватает направлений, с которыми я работаю. И с визуализацией это, не знаю, все встало на паузу. По-хорошему надо бы тоже продолжить. Но я думаю, что когда Злата пойдет в сад, я, может быть, займусь. Хотя у меня там, я боюсь, что альбомы начнутся опять. Ну, не боюсь, а знаю, что у меня опять начнутся работы над альбомами. Но я ее хочу в этом году больше поставить на поток. То есть, больше упорядочить, чтобы было так все более четко. Не понравилось яблочко? Фу. Не ешь. Они кислые, зеленые. Фу. Фу, невкусные. Не надо. Так сморщилась. Не понравились, да, яблочки? Фу. Да. Да. А мне надо, да? Спасибо. Это яблочки. Зелененькие яблочки, да? Такие яблочки. Злата сорвала с дерева нашего. Да, Златик? Муравей уже ползает по нашему стеллажу. Прекрасно. Ать, ать. Как ты здесь хорошо сидишь? Она, кстати, у меня без памперса. Ну, она недавно подписала, но, как я уже сказала. Поэтому, надеюсь, не будет у нас никаких вопросов. Да, Златик? Сегодня звонили бабушку с днем рождения. Поздравляли у бабушки сегодня день рождения. Угу. Да? Алиска, для тебя, да, поставили? Тебе еще не сделали домик. Подожди. У нас уже вечер, я пришла на второй этаж, к Дашульке в комнату. Здесь такая тишина, такое умиротворение на втором этаже. Ну, у нас второй этаж еще пока что не жилось, за исключением Дашиной комнаты. Ну, так как Дашуля сейчас отдыхает у бабушки, то здесь вообще тишина. Комната пока что превратилась в мою мастерскую, но уже в ближайшие дни я здесь буду наводить порядок, так как мы скоро едем за Дашулькой. Да, правда, потом Даша поедет в лагерь, и я смогу еще немножечко здесь позаниматься какими-то своими вопросами. Но вообще, да, нужно вести порядок, поменять постельное белье и так далее. На этом я хочу с вами попрощаться. Надеюсь, вы не заскучали, вам было интересно со мной. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Не забудьте поддержать меня пальчиком вверх, это очень важно для развития моего канала. И оставайтесь со мной, мы с вами увидимся очень скоро в моем новом видео. Всем пока-пока.